Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе в центре внимания. Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мири Масаналы. К сентябрю правительство намеревается получить полную базу избирателей. Оправданность этих ожиданий ставится под сомнением, так как остались считанные дни. И учитывая, что с момента старта сбора, то есть в течение года, биометрическую регистрацию прошли всего 2 миллиона 700 тысяч человек. Проявит ли свою активность последний месяц оставшийся больше миллиона кыргызстанцев, вызывает сомнение. В связи с чем, успешность проекта биометрики ставится под угрозу, так как в идеале честные и справедливые выборы можно обеспечить только стопроцентной явкой избирателей. Тему продолжит Айтунух Нурдинова. Я прошел биометрическую регистрацию, чтобы принять участие в парламентских выборах. Власти говорят, что эта система поможет провести честные и прозрачные выборы. Хочется верить. Все знают, как до этого проходили выборы. Были случаи, когда я приходила голосовать и не находила себя в списке. Действительно, такой беспорядок был со списками избирателей. Сейчас единый реестр составляет Дума. В этот раз такого беспорядка не будет. Я биометрические данные не сдавала и даже не думаю о том, чтобы сдать. Потому что я думаю, что от моего голоса абсолютно ничего не решится. Я пока еще не сдала. Пойду. В этот раз я буду впервые голосовать. Именно интересен сам процесс, как все это проходит. Тем более, в этот раз все будет проходить с помощью современной технологии. Я беспокоюсь за сохранность данных. К тому же даже в России, где за этим очень следят, говорят, постоянно происходят утечки различных база данных. Кыргызстан не исключение. Простой пример. Сколько взламывали сайты правительства и ведомств, насколько помню. Я, конечно, сдал, так как Джавур Кенеш принял такой закон. Насколько я знаю, в Аргентине там граждане стопроцентно сдали биометрические данные. Благодаря этому удалось улучшить раскрываемость преступления. Массовую карусель, мертвые души, подброс. Эти методы часто служили инструментом в руках кандидатов. Или политпартии, чтобы сфальсифицировать результаты выборов. И прийти к власти. А зачастую протокол об итогах голосования и вовсе переписывали. Именно недовольство властью и недоверие к итогам выборов стали основными причинами двух революций в стране. Действительно осознали, что фактически мы не можем контролировать действия участковых комиссий. Участковые комиссии иногда в силу низкой квалификации, иногда в силу каких-то других причин, иногда они всходили в сговор с кандидатами, политическими партиями. И мы видели в выборах, допустим, 2012 года в ходе Бишкек, что различные грязные технологии обучались, показывались, карусели, голосование за другого. Граждане были недовольны нашей тем, как проходят выборы. Это также влияло на качество избранной представительной власти, на качество принимаемых ими решений, на их легитимность. И тогда было поставлено на заседание национального совета, что выборы должны проходить честно, открыто. Говорит заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Гульнара Джурабаева. Сканирование отпечатков пальцев избирателя, видеонаблюдение за урной, Машинальное печатание, автоматический подсчет бюллетеней. Впервые была опробирована модель избирательного процесса с использованием инновационных технологий на выборах местной екенеши, которые прошли 17 мая текущего года. Наверное, машине. Ну, потому что современное сейчас такое оборудование, что хоть как машина, наверное, быстрее и подсчитает голоса, и все, чем люди. Говорит жительница села Петропавловка Надежда Кондратенко, которой одной из первых удалось проголосовать по новому методу. На данный момент собрано 2 миллиона 700 тысяч данных. Из них 2 миллиона 400 тысяч данных загружено в центральную систему и прошло предварительную обработку. По ее итогам более 190 тысяч данных определены как дублирующие и были исключены. Также при сверке списков с базой данных ЗАГСа установлено, что в реестре ЦИХ сейчас значится более 100 тысяч умерших граждан. До выборов еще есть время. Главный вопрос сейчас – это список избирателей. Список биометрики после завершения будут сравнены со списком ЦИК. Лишние фамилии будут убраны. Мы должны осознать важность перехода к новой избирательной модели с использованием инновационных технологий. Что другого пути нет, иначе фальсификации неизбежны. Я хочу открыто сказать, что есть силы, которые заинтересованы в возвращении к старому порядку голосования, когда было возможно использование грязных технологий. Говорит премьер-министр Теймир Сариев. На сегодня в стране функционирует 800 пунктов по сбору данных. Сама компания биометрической регистрации граждан началась осенью прошлого года. Специально выбор в свободное время пришел, чтобы пройти биометрические данные. Потому что я сам человек, который законопослушный. Все, которые законы в нашей стране создаются, я выполняю как нужно. Говорит житель столицы Шарбек Бекполь-Лиев, который тоже решил сдать данные и выполнить свой гражданский долг. Сдав биометрические данные, граждане получают право голосовать в грядущих парламентских выборах. А те, которые не прошли биометрическую регистрацию, автоматически выпадают из списка избирателей. Соответствующие поправки в закон глава государства подписал в апреле текущего года. Эта норма касается всех граждан страны, без исключения, и соотечественников за рубежом. У тех граждан, которые находятся за пределами, мы должны собрать. Это было задание, вчера уже задано премьер-министрам. Мы поставили, открыли пункт сбора данных во всех аэропортах международных, в Аше, в Бишкеке, от улетающих, от прилетающих. И мы тем самым собираем у тех граждан, которые хоть один раз пересекают нашу границу, один раз в год, они будут зачислены в нашу копилку. Сообщил первый вице-премьер-министр Таирвик Сарпашев. До выборов осталось два месяца. По данным ЦЭК, общее число имеющих право участвовать в голосовании граждан в стране составляет 3 миллиона 700 тысяч человек. А сегодня биометрическую регистрацию прошло всего около 70% кыргызстанцев. То есть практически около 1 миллиона человек могут остаться за бортом. Однако, кроме вопроса списка избирателей, на сегодня оспаривается легитимность закона о биометрии. По мнению ряда правозащитников, принудительная сдача биометрической информации является основным недостатком закона. А экс-судья Конституционной палаты Клара Соромкулова и вовсе заявила, что сбор биометрической информации противоречит Конституции и угрожает безопасности людей. В ходе подготовки данного дела на меня неоднократно оказывалось давление со стороны председателя. То есть он был заинтересован в том, чтобы закон был конституционным. Он препятствовал тому, чтобы к делу был привлечен независимый эксперт. Но, несмотря на это, я пригласила эксперта из Москвы, который дал свое заключение о том, что закон неконституционный. На основании других материалов дела, которые были мной подготовлены, я подготовила проект решения о неконституционности данного закона. И именно в силу этого председатель решил от меня избавиться и придумал такой маневр. Это чисто маневр, это такой тактический шаг для того, чтобы отстранить меня от участия в деле. Заявила их судья Конституционной палаты Клара Соромкулова. После Джоркенеш на внеочередном заседании Клару Соромкулова отстранила должности судья Конституционной палаты. Комментируя досрочное освобождение судей, лидер фракции Арнамыс Феликс Кулов отметил, что в качестве судей она не имела права озвучивать личную позицию. А в законе о биометрике нет противоречий. Основному закону страны уверен нардеп. Однако политологи отмечают, что вопрос о легитимности закона о биометрии может снова стать на повестку дня осенью. Самой биометрики не вижу особых рисков для проведения парламентских выборов осенью. Но, естественно, они могут повлиять в каком плане, что я абсолютно уверен, что к началу выборов очень много наших граждан не пройдут просто элементарно биометрику. И обязательно появится проблема, что вот мы не прошли, но нас лишили голоса и так далее, и так далее. То есть вот эта вещь, что она законна, незаконна, конституционна, неконституционна, она вновь может встать на повестку дня. Считает политолог Алмазбек Ахматалиев. Очень много вопросов сегодня возникает относительно сохранности самих биометрических данных. Это является одним из основных причин, что Кыргызстан состерегается проходить регистрацию. Ни один из наших чиновников, к сожалению, до сих пор не дал гарантии того, что эта биометрика может использоваться и храниться в соответствующем месте, и какой-то государственный орган будет нести полную ответственность за их сохранность, за их использование в нормальном русле. До сих пор у меня, например, как простого гражданина, тоже нет убежденности в том, что это так и будет. Я, например, не уверен, где они будут храниться. Если с этими моими биометрическими данными что-то произойдет там, ну, в принципе, теоретическое возможности есть, кто за это будет отвечать? Мне пока государство не дало никакого убедительного ответа на этот вопрос. Считает Алмазбек Ахматалиев. Усилило недоверие граждан инцидент, когда в городе Шопокова была утеряна флешка с биометрическими данными. Эксперты посчитали, что такие явления создают угрозы для информационной безопасности страны. Вот некоторые говорят, вот, потеряли флешку, теперь эти данные будут продаваться. Люди часто не понимают, что это не обычная флешка, вот это специальный токен, в который сшита программа. Она сразу же шифрует ваши персональные данные. То есть имеется в виду, что отпечатки пальцев. Отпечатки пальцев в системе, они не в виде графического рисунка представлены, они представлены в виде цифрового кода. Расшифровать этот цифровой код можно только в специальном дата-центре, где это обрабатывается. Центр обработки данных. Там свои меры безопасности. Пояснила заместитель председателя ЦИК Гульнара Джарабаева. К тому же сегодня правительство уверяет, что граждане Кыргызстана могут не беспокоиться за безопасность своих биоданных, потому что они будут храниться на специальном сервере, который будет принадлежать правительству. И доступ к нему будет у ограниченного количества людей. Потом очень часто граждане думают, что возможно, что вот ГКНБ или милиция начнет по этой базе шариться, там все возможные данные получать. На самом деле ничего подобного. До тех пор, пока сейчас не принято никаких законодательных актов, касающихся взаимодействия государственной регистрационной службы именно с этими органами, в части использования биометриотических данных, они никому ничего не представляют. В будущем концепция такова, что если на месте преступления какие-то отпечатки там будут обнаружены, то эти отпечатки могут быть направлены именно там, где хранится эта база данных, для того, чтобы найти, идентифицировать и найти, кому принадлежат эти. А не так, что правоохранительные органы сами будут идти и иметь доступ к этой базе. Они этого доступа иметь не будут. У ГРС же, да? Да, это будет у ГРС, эта база хранится, они являются держателями этой базы. И, естественно, они не собираются никому эту базу передавать. Нету никакой нормативной основы для передачи данных, именно биометрических данных из этой базы кому-либо. Рассказала Гульнара Джурабаева. В то же время представители государственной регистрационной службы отмечают, что сдача биометрических данных в будущем позволит каждому гражданину получить упрощенный доступ к пакету социальных услуг и создает новые возможности. Принципы дневного окна, плюс минимизация бюрократии, да, вот честные выборы, это вот первых, во-вторых. В-третьих, как бы для государства это тоже будет минимизация затрат, на бумажные такие, на носители и так далее. Говорит главный специалист ГРС Олег Пексмогулов. К сентябрю правительство намеревается получить полную базу избирателей. Оправданность этих ожиданий ставится под сомнением, так как остались считанные дни. И учитывая, что с момента старта сбора, то есть в течение года, биометрическую регистрацию прошли всего 2 миллиона 700 тысяч человек, эксперты сомневаются, что оставшиеся больше миллиона кыргызстанцев проявят свою активность в последний месяц. В связи с чем успешность проекта биометрики ставятся под угрозу, так как в идеале честные и справедливые выборы можно обеспечить только стопроцентной явкой избирателей. Айтуна Хмурдинова специально для IWPR. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR ради Института по освещению войны и мира следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами, Мирим Астаналы. Услышимся.